Блендер 281А И погнали дальше разбираться Что тут да как по анимации Захотелось вот этого персонажа Пустить по какому направлению По дороге там или по пути Хотя бы Имеем вот такого персонажа И теперь погнали разбираться Что да как Так это все можно Чуть-чуть прибрать по низам разобрать Вот такая штука Теперь заходим в объектный режим Object Mode И семерку на нампаде Снимаем выделение С нашего персонажа И добавляем кривую без Е Все теперь заходим В режим редактирования Вот она появилась Если вы ее видите Вот она на оси Х Установилась Теперь нажимаем на вот эту вот Одну сторону и давайте Куда-нибудь ее согнем Е английская И вот так вот Так как-нибудь Ну и вот так Далеко не будем делать Чтобы видно было Теперь все это дело Вот так вот ставим Чуть-чуть поменьше будет Кройка на нампаде Вот это путь Вот это персонаж Следом заходим в объектный режим Снимаем выделение Заходим на кости Нажимаем Жмем Режим позы Выбираем теперь В режиме позы Вот это вот Кольцо Центральное Центральную точку И нажимаем теперь На вот эту вот функцию Настройка ограничителя кости Добавляем ограничитель кости Следовать по пути И теперь вот это вот Снимаем выделение Щелчок левой кнопкой мыши Находим Вот эту вот пипетку Нажимаем На путь Путь прописывается Без ярко Следом что делаем Находим нашего персонажа Он вот сюда вот переместился На конец пути Или на начало Наверное здесь будет начало И теперь надо его развернуть Вот следовать по пути Теперь ставим по иксу игрек По игрек И погнали посмотрим Так Анимировать путь Нажимаем Сейчас все это дело прогоняется Теперь выдвигаем Вот эту вот Окошко нижнее Нажимаем На персонажа Возвращаем его На первый кадр И жмем именно На play И вот он начинает Двигаться Там что-то Лапами перебирать Надо теперь вот этот путь Подогнать Под вот эти Сколько кадров Так Смотрим что да как Возвращаем его назад Заходим теперь в object mode И находим Вот эту вкладку Кости Теперь Жмем на Вот эту вот Кривую Находим вот эту вот Настройки данной объекта И мотаем вниз Находим анимация пути И ставим Допустим вот у нас 200 кадров Ставим кадры 200 Так это 200 Enter И жмем play Смотрим как это все дело Движется Вот это все пошло потихоньку Все нормально Все побежал наш персонаж Уже радостней Следующим шагом будет Заходим вот в эту вот Функцию Находим Так где она тут Редактор Нелинейной анимации Вот он появился И теперь нажимаем Вот на эту галочку И теперь жмем End Открываем End панель И нужно найти Именно Поставить Немножко частоту Так Повторить Это у нас получается 1000 Масштаб Настройки воспроизведения Так анимация Давайте здесь поставим 10 Enter Теперь все это дело Можно припустить И попробовать Вернуться опять Временная Ты что ты Редактор Временная шкала Вот она появилась Опять Ну и попробуем Как она бежит Вот уже нормально Уже более-менее Какое-то движение Вот так вот Где-то Ставим На паузу Возвращаемся Назад И давайте Опять попробуем Поставить Больше Допустим Редактор Нелинейной анимации Опять мы Его так Вытягиваем End панель Включена И попробуем Поставить Не 10 Допустим А 20 Повторять 20 раз Ну и пробуем Что получится Опять заходим В панели Временная шкала Уменьшаем И попробуем Ну вот Уже Еще Радостней Немножко Позу Изменить Чтобы Четко Он здесь Передвигался Именно Больше Движений Делал Правильных Вот он Разворачивается И попер Сначала Опять Прыжок Опять Движение Вот Такая Штука Все Всем пока До свидания